Согласно результатам исследования американских геологов, в северо-западной части США, на территории Новой Англии, в недрах Земли может образоваться гигантский супервулкан. К такому выводу ученые пришли после изучения данных сейсмографов, GPS-датчиков и других приборов. Сейсмические приборы установлены по всей территории Северной Америки для контроля возможных землетрясений и извержений вулканов. Данные сейсмографов и GPS-датчиков показывают, что площадь в центральной и западной части штатов Вермонт и Нью-Гемшир набирает силу. Поводом стало повышение температуры в верхней части мантии. Ученые утверждают, что они нашли отголоски формирования нового супервулкана. Его зона меньше, чем у всем известного Йеллоустоуна, однако эта территория может стать источником мощной вулканической и сейсмической активности. Не исключено, что могут повториться события, которые происходили на Земле 200 миллионов лет тому назад. Как говорит известный академик, профессор Игорь Михайлович Данилов, ставящий на первое место в жизни человечность, совесть и честь, в передаче «Истина одна на всех» — грядущие катаклизмы о взаимоотношениях людей, возрождении человечности. В современной климатической ситуации, скажем мягко, всё-таки людям лучше быть людьми для того, чтобы протянуть руку помощи друг другу. Здесь ещё один есть. Это я вот говорю для людей, которые как раз находятся на сознании и больше всё-таки поддаются, скажем, страстям земным, да, чем духовным вещам. Это выгоднее. Это кажется, что нас это не достаёт. Катастрофы происходят там. Это сегодня не там происходит. Завтра они произойдут у тебя дома. Тебе поможет сосед? Нет, конечно. Если он будет таким же, как и ты. Правильно? Так что нужно сделать? В первую очередь протянуть руку дружбы соседам. Посмотреть вот так в глаза друг другу. Просто посидеть и посмотреть, и подумать. Иной раз даже слов не нужно для того, чтобы понять, что все мы одной кровью. Правильно? Правильно. И вот тогда будет жалко соседа, если с соседом тогда случится. И когда ты будешь готов помочь этому соседу, это будет означать, что и сосед сможет помочь тебе, если беда придёт в твой дом. Но пока ты сам не готов помочь соседу, не жди от него помощи. Он такой же, как и ты. Он живёт в тех же самых условиях. Учитывая нарастающую интенсивность климатических бедствий на Земле, сейчас, как никогда, нам, людям, важно разобраться в том, кто мы и для чего в действительности нам дана эта жизнь. Глубокие и честные ответы на эти ключевые для каждого вопросы даны в уникальном фильме на канале АЛЛАТРА ТВ. Это больше, чем фильм. Это живая книга. Сознание и Личность. От заведомо мёртвого к вечно живому. Оставляю. Продолжение следует...